Если бы сегодня было 1 июня, то эта девушка считалась бы злостным нарушителем федерального закона. Начиная с субботы, нельзя курить в тамбурах электричек, на крыльце вокзала и в самом здании. Курить около вокзала можно, но осторожно. С 1 июня подымить вблизи павильона не получится. Сделать это можно только на расстоянии 15 метров от здания. Раз, два, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. То есть вот здесь. Постоянно напоминать пассажирам о нововведениях будут через громкую связь. Ни разрешат подымить и рядом с образовательными и социальными учреждениями, спортивными и культурой. В том числе в парках, офисах, на стадионах, пляжах, детских площадках и на лестничных клетках. Правда, в подъезде антитабачный закон начнет работать не сразу, уверены жильцы. С ними согласны и старший по дому, и председатель ТСЖ. Если на лестничной площадке, то место для курения должно быть обеспечено. Да, чтобы там баночка стояла с водой, чтобы пожара не было, чтобы форточка была открыта. В одночасье запретить курить в больнице также не получится. К примеру, в БСП лежачие больные сегодня дымят прямо в палатах. А в психоневрологических учреждениях пациентам даже выдают сигареты, чтобы они меньше нервничали и вели себя менее агрессивно. Это все постепенно будет работать. Это путь долгий и непростой. Но однозначно и в психиатрической больнице курить не будут. И в Красном Кресте не будут курить. Пару раз оштрафуют главного врача и курить не будут. Остановка – тоже общественное место. И по новому закону курить здесь тоже нельзя. Но где границы остановки и откуда отсчитывать 15 метров – неизвестно. По идее, должны быть специальные знаки, определяющие границы территорий, где введено табу на курение. Пока по поводу размещения этих знаков, то есть никаких ни нормативных документов, ни приказов, ни методических рекомендаций пока нет. Контролировать постановление правительства будут полицейские. Только вот пока поправки, касающиеся штрафов в закон не внесены, привлечь к административной ответственности курильщика, который дымит, к примеру, на той же остановке, невозможно. Ему можно только указать на то, что он нарушает закон. Если правонарушитель не выполнит законного требования сотрудника полиции... Потушить сигарету, да? Да. Прекратить потребление табака, то есть курение этого табачных изделий, то он будет привлечен к административной ответственности именно по этой статье административного кодекса, который также предполагает штрафные санкции от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей или административный арест на 15 суток. На устранение пробелов в законодательстве понадобится еще несколько месяцев. Тем не менее, даже в такой несовершенной форме большинство горожан поддерживают нововведения, в том числе и сами курильщики. Надо об окружающих тоже думать. И против их воли курить рядом с ними, я думаю, это неправильно все-таки. Закон хороший. Ну вот ты сам как бы курильщик, а где теперь как бы курильщик? Нигде, бросать всем надо. Бросать? Вот, вот так да. Новый закон накладывает ограничения и на торговлю сигаретами. В ларьках их больше не купить, только в больших магазинах. И это начало антитабачной кампании. Продолжение будет через год. Летом 2014-го в стране запретят выкладывать сигареты на прилавок, а также курить в поездах дальнего следования, в гостиницах, ресторанах и барах. Алексей Дудин, Алексей Фадеев, Артем Горчаков, 6 канал.